Приветствую! На днях вышел указ президента Украины о том, чтобы запретить выезд чиновникам из Украины во время военного положения. Во исполнение этого указа 27 января 2023 года Кабинет Министров Украины вынес постановление. Постановление номер 69. Этим постановлением Кабинет Министров Украины ограничил право выезда чиновников из Украины. Но, как всегда, есть один маленький нюанс. И сейчас мы разберемся, как постанова Кабмина разделила людей в очередной раз на обычных и необычных. Сейчас на экране вы видите непосредственно текст самого постановления. И здесь, кстати, в пункте 2 решен тот вопрос, о котором мы изначально говорили. А как реализовать эту постанову? Как реализовать решение СНБО? Как узнать, перед тобой чиновник или нет? И вот здесь они прописали, что все предприятия, госорганы, все должны передать в течение трех дней администрации ДПСУ данные о всех тех людях, которые перечислены в соответствующем постановлении. И, соответственно, там передается имя, фамилия, отчество, дата рождения и соответствующая должность. Далее, если мы посмотрим текст непосредственно тех изменений, которые предлагается внести в правила пересечения госграницы, мы увидим, что меняют пункт 2.6 и, соответственно, разрешают выезд этим чиновникам только в качестве сопровождающих для инвалида, либо для лица, которое нуждается в постоянном уходе. Все остальные основания для выезда для них закрыты. Но посмотрим дальше. Здесь идет огромный перечень чиновников. Ну и мы видим, что здесь начинается стоп чиновников, члены кабинета министров, заступники министров и далее. Судьи, прокуроры, руководители госорганов, органов местного самоуправления, работники, которые забронированы на период мобилизации. Вот посмотрите, кто еще? Даже не только чиновники, даже руководители государственных предприятий. И вот все эти лица, весь этот огромный перечень, сейчас не будем его перечислять, да, я ссылочку оставлю, вы сможете с ним подробно ознакомиться. Вот все эти люди могут выехать только в служебную командировку, да, у службового ведряджеля. Соответственно, во всех остальных случаях они как бы не могут выехать. Ну, они могут как сопровождающие выехать и в служебную командировку. Дальше пишут, что в исключительных случаях возможен пропуск этих лиц, если являются одиноким батьком и при этом являются одиноким отцом ребенка до 18 лет. Ну, окей, одинокий, все понятно, вопросов нет. Правда, непонятно, почему вот это у вынятковых выпадках, то есть снова какое-то разделение получается. Ну, ладно. Что дальше добавили? Дальше добавили пункт 2.15 и сказали, что вейсково-службовцы теперь могут выезжать только по решению, соответственно, министром обороны или руководителя соответствующего органа. То есть, если раньше военнослужащий выезжал из Украины на общих основаниях, то теперь ему нужно получить соответствующее разрешение. Ну, допустим, ладно. Но вот тут начинается самое интересное. Пока же мы видели ограничения на выезд чиновников. И именно так это будет подаваться СМИ. А вот теперь посмотрим же самое интересное. Пункт 2.16. Ну вот, друзья, вы же все время кричите, что Украина не социальное государство. Украина не заботится о своих гражданах. Ну вот теперь-то вы убедились, что вы не правы. Вот Украина заботится о своих гражданах. Даже разрешает им выезд на лечение в тех случаях, когда им это нужно. Даже в условиях военного времени они могут выехать на лечение. Правда, один момент. Не все граждане могут выехать на лечение, а только избранные. Прекрасно. Просто прекрасно. Также для избранных, только для избранных, есть пункт 2.17. Согласно которому они могут выехать за границу в том случае, если у них умер за границей родственник первой либо второй линии родства. А вы можете выехать на лечение за границу? А вы можете выехать из Украины в случае смерти вашего родственника? Друзья, и вот здесь я сейчас обращаюсь к вам с просьбой. Когда вы будете в комментариях писать, что вы думаете по поводу этого постановления, пожалуйста, давайте постараемся быть культурными, соблюдать правила этики. Хотя в этой ситуации это безусловно сложно. Но я верю в вас. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, скорейшего мира. Пока-пока.